Всем привет! Меня зовут Ира, и если ты со мной достаточно дано, то ты наверняка знаешь, что я отказывалась от сахара 3 раза на протяжении 2-3 месяцев. Но времена меняются, информации в голове становится больше, мировоззрение меняется, поэтому в этом видео я тебе расскажу о своих взаимоотношениях с сахаром на сегодняшний день. Почему все так боятся сахара? Сахар это быстрый углевод. Если он поступает в кровь больше определенного количества, то происходит скачок уровня сахара в крови, дальше в игру вступает инсулин, чтобы понизить сахар до нормы, и вот эти вот скачки сахара в крови идеальные условия для образования жира. А если это все происходит достаточно часто и достаточно в больших дозах, то это дает зеленый свет для развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Сахар это самый настоящий наркотик. Если ты мне не веришь на слово, просто откажись от сахара на неделю, и ты поймаешь себя на такой хорошей жесткой ломке, особенно если ты сладкоежка. Сам по себе сахар не вреден, если его употреблять в разумных количествах. Но проблема нашего времени в том, что сахар сейчас везде, абсолютно везде, даже в тех продуктах, о которых мы не задумываемся. Я уже молчу, что он содержится в яйце, в помидоре, так сахар добавляют при производстве хлеба, маринованных огурцов и даже кетчупе. Когда я в очередной раз отказалась от сахара на 2-3 месяца и проживала эту вот мучительную ломку отказа от сахара, мой муж мне сказал следующую фразу. Ира, ты абсолютно здоровый человек, у тебя нету никаких заболеваний, ты не худеешь, не толстеешь, твоя главная задача поддерживать форму. Поэтому нет никакой необходимости в полном, абсолютном отказе от сахара. И спустя некоторое время я с ним согласилась, потому что действительно в наше время очень много всяких вкусных вещей. И мне бы не хотелось, допустим, отказываться от своего любимого чизкейка, потому что, ну ты, наверное, знаешь, насколько я его люблю. Зачем я отказывалась от сахара? Не для фигуры, а для здоровья, потому что сахар в первую очередь, он ускоряет процесс старения и развивает вот эти вот всякие болезни, о которых я тебе рассказывала ранее. Поэтому это все делается для здоровья. Но потерю несколько лишних килограммов шло мне только в плюс, как приятный бонус. На сегодняшний день я позволяю себе сладкое только по воскресеньям. В этот день у меня читмил. Я на протяжении недели думаю, мечтаю, планирую, что я съем в ближайшее воскресенье. В это воскресенье у меня будет творожная запеканка из одного магазина. Она мне очень там нравится, она зайдет с добавлением сахара, поэтому я ее планирую съесть в ближайшее воскресенье. Я несколько раз отказывалась от сахара на довольно продолжительное время. Но спустя какое-то время сахар все равно плавно, незаметно входил в мой рацион. Это проходило через сладкие напитки. Лето мороженое хочется, что-то вкусное попробовать новое. Если я смотрю, что ситуация выходит из-под контроля, я напрочь урезаю. Когда мы что-нибудь кушаем на постоянной основе, мы это воспринимаем как само собой разумеющееся. То ли дело, когда мы отказываемся от чего-то. Я сейчас прохожу отказ от кофе. Я пару раз в неделю позволяю себе кофе. И когда я покупаю этот стакан, я не могу вам передать, насколько я им стала наслаждаться. А раньше 2-3-4 стакана вливала в себя как в воду. Это я сделала исключительно ради экономии, потому что недавно я зашла в аналитику банков. И посмотрела, что я очень много денег пропиваю. Слава богу, не алкоголем, но кофе это тоже такая хорошая статья расходов. Я думаю, лучше я что-нибудь куплю и разыграю для канала, чем эти деньги буду вот так вот пропивать. Поэтому, ребят, если хочешь получить реальное удовольствие от чего-то, откажись на это на некоторое время. Потому что, правильно говорят, сейчас не вспомню точно, но мы это не ценим, пока у нас это не отберут. Не имея ценим, потерявши плачем. Поэтому, ребят, ставьте для себя какие-то челленджи. Это не обязательно должно быть связано с сахаром или седой. Я просто поделилась, что происходит у меня в жизни на данный момент. Если тебе понравилось это видео, нажми на лайк. И напиши мне, пожалуйста, в комментариях, каково твое отношение с сахаром. Мне будет очень интересно прочитать, потому что тысячи людей, тысячи мнений. Мне интересно твое. Твоя Синдерина 1. Пока.